МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в программе. Рекордные во всех смыслах. Итоги экономического форума в Санкт-Петербурге. Ненецкий округ заключил сразу несколько важных соглашений. Как они отразятся на развитии нашего региона? Большой репортаж из северной столицы. О наболевшем. В Нарьинмаре в рамках форума прокуратуры обсудили проблемы, связанные со сферой здравоохранения. Какие именно вопросы тревожат жители сегодня и как их решить? Скромный выбор. Жители лесозавода пожаловались на отсутствие в местной аптеке необходимых препаратов. С чем это связано? Разбиралась наша съемочная группа. Гастрономические шедевры. В Нарьинмаре определили лучшего в приготовлении шашлыка. Секретные ингредиенты и традиционные рецепты. Фестиваль «Битва мангалов-2019». Как это было? В северной столице завершил работу Петербургский международный экономический форум. В этом году он получил приставку «Самый» за рекордное число участников, за количество подписанных соглашений и в целом за атмосферу. Каким стал международный экономический форум для Ненецкого округа, расскажет Мария Владимирова. Петербургский международный экономический форум традиционно проходит здесь, на площадке экспо-форума. В этом году для его проведения застроили 120 тысяч квадратных метров площадей. Это почти 17 футбольных полей. С каждым годом интерес к форуму растет. В этом году на участие в нем заявились представители из 140 стран мира или почти 12 тысяч человек, в их числе и делегация из Ненецкого округа. В рабочей повестке делегации Ненецкого округа, которую возглавил глава региона Александр Цибульский, почти десяток мероприятий. Ряд из них по правилам форума проходит без камеры или в протокольном режиме. Одно из таких – заседание Консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам реализации нацпроектов. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, выполнение 12 национальных проектов является стратегической задачей для всех органов власти. «Сказать, что уже сегодня есть конкретные решения, я не буду, поскольку вы знаете, что заседание носило закрытый характер в этом смысле. Могу отметить лишь одно, что действительно те предложения по совершенствованию работы, которые сегодня рассматриваются и решения, по которым будут приниматься после доклада президенту, они крайне актуальны и носят в себе действительно возможные разрешения тех проблем, которые сегодня технически возникают для оптимального достижения задач национальных проектов». Петербургский международный экономический форум традиционно выступает и площадкой для подписания соглашений. Всего в этом году на полях форума заключено 650 соглашений. Два из них в копилке Нейнского округа. Так регион будет сотрудничать с Почтой России. Подписи под документом поставили губернатор Нейнского округа Александр Цибульский и генеральный директор Почты России Николай Подгузов. «Соглашение подписано. Подписанное соглашение является результатом совместной работы региональной власти и федерального учреждения по плану развития почтовой связи в Нейнском округе». «Это очень важно, потому что зачастую почта – это единственный объект инфраструктуры на территории региона, и нам правильно в координации с регионом почту насыщать услугами и делать ее удобной и доступной для жителей этого северного края». Соглашение определяет взаимодействие сторон в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории региона. «У нас здесь идет речь в том числе о совместном, и что очень важно, обновлении инфраструктуры. Почта зачастую у нас в деревнях находится в не самом лучшем состоянии, поэтому будем работать. Я уверен, что в ближайшее время наши жители уже почувствуют практический эффект от подписанного совместного соглашения». Кроме того, стороны намерены совместно работать по вопросам повышения доступности почтовых услуг, комплектования филиала Почты России в Нейнском округе квалифицированными кадрами, защиты потребительского рынка от нелицензированных услуг связи, внедрение высокотехнологичных услуг по доставке пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, приема коммунальных платежей. Еще одно соглашение на полях форума губернатором Нейнского округа заключено с губернатором Московской области Александр Цибульский и Андрей Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве между органами власти субъектов. «Речь идет об имплементации в округе специализированной информационной системы централизации государственных закупок. На сегодняшний день у нас закупки не централизованы. Оттого у меня есть точная уверенность, что их эффективность может быть существенно улучшена. Большое количество позиций у нас торгуются без конкурсов до 100 тысяч рублей. Много конкурсных позиций разбиваются на лоты для того, чтобы также упростить процедуру торгов. Вот та система, которую мы имплементируем, а есть идея с 1 октября вместе с системой электронного документа оборота, о которой я говорил ранее, также применить эту систему централизованных закупок. Я думаю, что с 1 октября это будет абсолютно транспарентная, прозрачная система закупок, которую мы будем видеть каждую копейку, которая выходит на конкурс». Кроме этого, документ определяет планы по взаимодействию регионов при выработке оптимальных решений в IT-сфере, в том числе по отдельным вопросам цифровой трансформации. Речь идет, в частности, об обмене опытом регионов в рамках организации совместных тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, выставок, рабочих встреч, консультаций и иных мероприятий. Одно из приглашений от московских фермеров в главе региона поступило прямо на форуме. «Сегодня мы познакомились с главой Ниньского автономного округа, и мы пригласили его, фермеров, сельхозпроизводителей региона, приехать к нам в августе на фестиваль в Истру и представить свой регион. У нас будет самый большой фермерский сырный фестиваль в истории России, будет больше 100 человек, будет 300 фермерских хозяйств и сыроварен. И я знаю, что продукты из Ниньского автономного округа пользуются большой популярностью в Европе, в Германии. К нам приедет очень большое количество иностранцев». «Что ответил Александр Витальевич?» «Он сказал, слушайте, это классная идея, давайте будем двигать всеми силами наш регион, мы должны быть лидерами. Это очень здорово, мне очень понравился такой настрой». Также на форуме Александр Цибульский принял участие в пленарном заседании. Его главным спикером стали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики. Мария Владимирова, Антон Бодряков, телеканал «Север», Санкт-Петербург. В выходные в нашу редакцию обратились жители микрорайонов Лесозавод и Старый Аэропорт за помощью. Все дело в том, что государственные аптеки «Наофарм» в Старом Аэропорту не существует и до ближайшего пункта свыше трех километров. А в Лесозаводском пункте не всегда есть нужные препараты и жителям приходится выезжать за ними в аптеки, расположенные в центральной части города. От микрорайона Старый Аэропорт до ближайшей государственной аптеки «Наофарм» – три километра. Жители обращались в местный ТОС, а ТОС, в свою очередь, в соответствующие органы. Результат, как говорят сами жители, нулевой. А весь микрорайон существует более 20 лет. Наш микрорайон неуклонно разрастается, ведется отсыпка участков для многодетных семей перед микрорайоном Старый Аэропорт, за микрорайоном Старый Аэропорт. То есть прогнозируется увеличение большого количества жителей, в том числе семьи с детьми. Возраст жителей микрорайона повышается, становится больше людей преклонного возраста. Всем им необходима аптека. И ко мне поступали неоднократные обращения граждан по поводу открытия аптеки шаговой доступности в нашем микрорайоне. По прогнозам специалистов, аптечный пункт в микрорайоне Старый Аэропорт ещё не скоро откроется. А возможно, не откроется вовсе. Это не единственная проблема. Житель микрорайона Лесозавод Георгий Дёмкин не первый раз сталкивается с нехваткой препаратов в местной аптеке. Да и время работы пункта совершенно не устраивает. Мы-то почему должны страдать? Люди-то, пенсионеры, дети, тому прочее. Приходится выезжать в сторону, за какими-то таблетками ехать в сторону города, это такси нанимать или в искатели. И у меня просьба такая – примите меры. Как пояснила заведующая центральной аптеки Ирина Кузьменёк, увеличение времени работы аптечного пункта микрорайона Лесозавод не планируется. Что касается выдачи лекарств, то у покупателей есть возможность заказать необходимые препараты у фармацевта и получить их на следующий день. Обычно фармацевт смотрит по нашей сети, в какой аптеке данный препарат имеется и предлагает или человеку проехать туда, в ту аптеку или в аптечный пункт. Если он отказывается, то, соответственно, предлагают на выбор, что или сегодня, или завтра подойдите к вам, ну, его сюда привезут в аптеку. И он здесь его получит. Ну, купит или получит бесплатно. То есть проблем никаких нет. В связи с плановыми мероприятиями работа торгового зала государственной центральной аптеки «Наофарм» будет приостановлена. Впрочем, приобрести лекарства возможно со двора аптеки как по рецептам, так и в розницу. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В частности, эти и другие вопросы обсуждались сегодня в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. На Рейнмаре прошел открытый форум прокуратуры Ненинского автономного округа, на котором говорили об обеспечении прав граждан в сфере здравоохранения. 2019 год объявлен главой региона «Годом здоровья». Тема же здравоохранения будет актуальна до тех пор, пока не будут сняты с повестки дня самые актуальные злободневные проблемы. Открывая работу форума, прокурор округа Николай Егоров отметил, что диалог прокуратуры с органами власти и институтами гражданского общества в различных сферах крайне важен и проводится прокуратурой регулярно. Этот общественный форум шестой по счету. Участие сегодня в нем приняли как представители общественности, так и первые лица государственной власти региона, губернатор Александр Цибульский и спикер окружного собрания Александр Лутовинов. Вопросом здравоохранения и решению проблем в этой отрасли в регионе уделяется пристальное внимание. Должен сказать, что сегодня сфера здравоохранения объединена в один масштабный проект, национальный и приоритет национальный проект здравоохранения. Это в первую очередь значит, что мы должны делать и уже делаем многое для того, чтобы достичь тех целей, которые обозначены в указе президента и обозначены в рамках реализации этого проекта. Мы четко сформулировали для себя основные проблемы, которые необходимо решать в сфере здравоохранения. Я назову три, которые, по нашему мнению, являются основополагающими, которые определяют, наверное, многие другие. Первое – это обновление инфраструктуры, инфраструктура здравоохранения, я имею в виду и строительство двух объектов на Риммаре, пристройка главного корпуса Немецкой окружной больницы, то есть и строительство, по сути, нового здания инфекционного отделения. Вы знаете, что сегодня мы эту работу активно ведем на протяжении полутора лет и уже находимся в высокой степени готовности, по крайней мере, по одному из них. Наша пристройка в Немецкой окружной больнице уже прошла согласование, включена в перечень объектов для включения в федеральную англо-адресную инфекционную программу. Я думаю, в июле месяце мы должны эту работу завершить. Второе – это обеспечение наших учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. Мы все с вами знаем, что это проблема номер один, которая, по сути, все наши остальные усилия, даже если мы решим и построим все объекты инфраструктуры, обеспечивая их современным медицинским оборудованием, тем не менее, без серьезного продвижения в обеспечении нашего округа высоко квалифицированными кадрами, это все не будет иметь своего эффекта. Мы здесь тоже совместно с окружным депутатским корпусом приняли, мне кажется, беспрецедентные и, в общем-то, мало для дублированной территории России решения. Мы удвоили практически за счет регионального бюджета объем средств федеральной программы «Земский доктор», а также предоставили серьезные меры поддержки студентов-медиков для того, чтобы стимулировать их возвращаться в наш округ и работать в наших организациях здравоохранения. На форуме конкретные цифры и факты, положительные тенденции в сфере здравоохранения и неутешительные пока выводы представили сотрудники прокуратуры, представители профильных ведомств и общественности. Открытый разговор длился более двух с половиной часов. В деталях к нему мы вернемся в завтрашнем выпуске итогов дня. Подводя же итог к сегодняшнему событию, прокурор Неницкого округа отметил. Я думаю, что основным итогом форума, целью форумов, проведения форумов, такой формы общения с представителями общественности, с органами государственной власти, с населением является именно доведение информации о состоянии законности в определенной сфере. И сегодня мы выбрали сферу здравоохранения, очень важную, актуальную, тем более, что мы с вами все живем в год здоровья в Неницком автономном округе. Мы поставили определенные проблемные вопросы в докладе, обозначили, которые еще предстоит решить в округе. Для решения национальных проектов выделяются значительные финансовые средства. Сегодня звучали, это почти 2,5 миллиарда рублей, и перед органами прокуратуры поставлена задача за надзором, целевым использованием и эффективным использованием бюджетных средств. Ирина Никешина, Ольга Малыгина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сотрудники Нарьинмар-Дориемстроя продолжают ямочный ремонт дорожного полотна. В настоящее время работы по устранению дефектов ведутся на улице Октябрьская. Как нам рассказал исполняющий обязанности директора ДРСУ Владимир Кабанов, коррективы в сроки проведения работ вносят погода. Это касается в том числе асфальтобетонной смеси, производимой местным заводом. Для него хотя бы среднесуточный плюс 10, для того, чтобы был асфальт качественный. Поэтому стараемся, грубо говоря, и материал тоже должен быть соответственным, правильным нормативом. Вот поэтому вот такая задержка у нас произошла. Посмотрим на синоптиков, стараемся что-то подобрать, ну, чтобы соответствовало все нормативам. Ранее силами Нарьинмарского ДРСУ были отремонтированы локальные участки дорог по улицах Отанзейского, Первомайска и Ваучейского. Осталось устранить дефекты дорожного полотна на улицах Октябрьская и Юбилейная. Руководство Нарьинмар-Дориемстроя приносит извинения в адрес водителей за временные неудобства, призывает их с пониманием отнестись к ситуации и быть внимательными на данных участках автомобильных дорог. Вот такие виды работы ночной смены не делаются, поэтому дневная смена полностью, график с 8 до 5, вот занимается только яночным ремонтом. Андикскому землячеству 30 лет. Региональная общественная организация была создана в 1989 году и в настоящее время объединяет людей, чьи судьбы пересекаются с деревней Андик. По случаю юбилея в зале торжеств Дворца культуры Арктики состоялась встреча земляков. По инициативе почетного жителя Ненинского округа Ульяны Истомина им ровно 30 лет назад было создано антикское землячество. В 2012 году землячество зарегистрировалось как региональная общественная организация. С того времени землячество участвовало в конкурсах на получение грантов, с помощью которых были осуществлены социальные проекты. Антикское землячество одно из старейших землячеств Ненинского округа. Оно продолжает работу по сохранению памяти о родной деревне и патриотическому воспитанию молодежи. Гурманы города Нарьинмара собрались в минувшую субботу в центре арктического туризма. Здесь состоялось главное гастрономическое событие года. Любая компания или семья, у которой есть фирменный рецепт приготовления мяса на открытом огне, хотели бы, чтобы о нем узнал более широкий круг гурманов. Такую возможность дает мероприятие «Битва мангалов». Сегодня здесь по-настоящему жарко, ароматное, а главное – вкусно. Команда «Мимо шли» заявилась на конкурс впервые. Идея принять участие пришла спонтанно, а вот готовились к мероприятию ребята основательно. Вот это у нас гусиные лапки, там у нас уже приготовлены утиные грудки, там приготовился стейк из семги, щуку коптим, не знаю, успеем, не успеем, и ребрышки свиные. Все. Среди участников конкурса не только компании друзей и соседей, но и целые семейные команды, которые передают свои уникальные рецепты из поколения в поколение. Наша команда называется «Семейка Адамс», потому что мы все члены одной семьи. Сегодня мы готовим свиные ребрышки в маринаде по нашему семейному старому рецепту. Выходной день может проходить по-разному. Уже в третий раз это доказал Центр Арктического туризма, собрав ценителей маринадов мяса на конкурсе «Битва мангалов». А значит, сегодня у нас, несмотря на погодные условия, которые были утром, был мелкий дождь, из восьми команд, которые заявили участие, вообще было сначала десять команд было заявлено, но до, так сказать, до самой битвы дошло только семь команд, и все они сегодня принимают участие. Битву мангалов мы проводим уже третий год подряд. Третий год, оно три года назад родилось, образовалось, оно прижилось, оно уже у всех на слуху. Каждый год собирается очень много народу приехать просто погулять свой выходной день. Я думаю, что если была бы хорошая погода, народу было бы намного больше. Дождливая погода хоть и внесла свои коррективы, но не повлияла на желание команд удивить кулинарными шедеврами зрителей и жюри. Стоит отметить, что оценивались не только вкусовые качества блюд, но и их сервировка и подача. Наибольшее количество баллов и первое место получила команда «Гурманы». Напомню, конкурс «Битва мангалов» проходит в регионе в третий раз. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала Север ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телеканал Север ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телеканал Север ВКонтакте. Корректор А.Кулакова